За круглым столом собрались сотрудники прокуратуры, Министерства внутренних дел, банков и социальных учреждений. По их словам, в последние годы проводится множество профилактических мероприятий для информирования населения о том, как избежать уловок мошенников. Но тем не менее, ежегодно суммы, которые люди переводят злоумышленникам, становятся все больше. Только в 2022-м россияне лишились рекордных 14 миллиардов рублей. А тем временем мошенники придумывают новые способы обмана. Абсолютное большинство данных преступлений совершается лицами, находящимися в других регионах, с использованием IP-телефонии, интернет-мессенджеров и подменных номеров. С учетом этих факторов раскрываемость рассматриваемых хищений является крайне низкой. В основном злоумышленники представляются работниками социальных служб, пенсионного фонда, сотрудниками правоохранительных органов, либо банков, в том числе Центрального банка Российской Федерации. Информируют граждан о попытках совершения секс-банковскими счетами, подозрительных операций, о блокировке счетов, необходимости перевода средств на другие безопасные счета. Данные преступления основаны исключительно на доверии граждан. Именно поэтому крайне важно повышать уровень правовой грамотности населения. По мнению временно исполняющего обязанности заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области Максима Мехкова, наилучшего результата получится достичь, если разделить целевую аудиторию на несколько категорий. Первая категория – от 18 до 45 лет. Это люди, которые постоянно находятся в информационном пространстве, посещают информационные сайты, постоянно находятся в социальных сетях, в Телеграме, следят за информационными новостями. Вторая категория – это 45-65 лет. Люди также в информационном пространстве, но несколько отдалены от интернета. И проблемная самая категория – это 65+, люди почтенного возраста, до которых очень сложно донести информацию. У МВД России предлагается разработать именно комплексный подход по всем этим категориям. То есть лица от 18 до 45, сделать упор на размещение профилактических материалов в сети интернет, в мессенджерах, в поисковиках, в социальных сетях, где мы с вами все зарегистрированы, чтобы донести профилактическую информацию. Люди 45 и выше. Сделать упор на размещение профилактической информации на квитанциях, платежных документах в сфере ЖКХ, размещение каких-то баннеров на территории города, размещение рекламных роликов на телевидении. И люди 65+, это непосредственный разговор с родственниками, смс-сообщение по примеру МЧС. Сейчас тоже ведутся переговоры с коллегами сотовых операторов, чтобы мы разработали эту систему. В принципе, это возможно, но пока все это решается. Еще один способ решения вопроса – профилактическая работа финансовых организаций. Как рассказал представитель Сбербанка Николай Байбаков, сотрудники стараются выяснить всю необходимую информацию об операциях клиентов. В том числе уточняют цели кредитования и снятия крупных сумм наличных. Если человек не может объяснить, то, соответственно, клиенты выводят уже на нас на безопасность, где мы, скажем так, более тонкими вопросами пытаемся все-таки разобраться в ситуации, что происходит. И очень частая история, что человек под влиянием в данном случае находится, его конструктировали, никому ничего не рассказывают. А его напугали, что это внутри банка злодей, а мы сейчас этого злодея будем с вами ловить. Поэтому в банке никому ничего не говорить, в полиции ничего не говорить. Возможно, в полиции тоже с ними злодеи, короче говоря. То есть человека ведут, и если ему отказали в операции в одном отделении, его тут же на звонок ведут в другое отделение, пожалуйста, пойдем. В этом не дали, значит, там точно злодей, пошли в другое отделение, а там, значит, спасем твои деньги. То есть там работают именно прям целенаправленно, профессионально, продуманно, не об этом, как это действительно есть. У нас создан давно уже достаточно центр кинобезопасности, который занимается, в общем-то, всеми электронными платежами, всеми переводами и так далее. То есть там работает искусственный интеллект, который выявляет подозрительные операции. Если раньше, грубо говоря, там этот набор критериев был очень маленький, то сейчас, скажем так, модель достаточно продвинутая, и она отменяет ежедневно прям сотни подозрительных операций, приостанавливает, а клиента выводят на звонок в колл-центр для того, чтобы он уже живому человеку объяснил, зачем он туда переводит деньги и с какой цель, скажем так, это работает. Обещание быстрого заработка, незаконные операции в приложениях для покупок и продаж товаров и даже игра на чувствах. По словам участников встречи, мошенники любыми способами пытаются вывести жертву из эмоционального равновесия, лишь бы получить ее деньги. Поэтому, подводя итог встречи, исполняющий обязанности прокурора Магаданской области Илья Максимов отметил, что главное решение обсуждаемой проблемы в сознательности каждого колымчанина. Сам сталкивался с подобной ситуацией, видел прямо в глаза сотрудников полиции, идем, и мы слышим разговор, как идет у женщины с мошенницей. Подошли и говорим, остановитесь, бросьте звонок. Была крайне... Представились кто? Начальник отделения, отдела МВД, прокурор на тот момент района. Слушать не стала. Сказала бы, все против. Вот шли минут 10. И в итоге, прямо в нашем присутствии, шли на перевод. После чего, через два дня мы встречали ее с заявлением в МВД. Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно всегда быть насторожей. Запомнить, что сотрудники правоохранительных органов и банков не звонят в мессенджерах. Это априори мошенники. Любой разговор, который вызывает у вас стресс или эмоциональный дискомфорт, прервите немедленно. А взвесив все факты, свяжитесь с организацией по официальным телефонам. Это сбережет и ваши нервы, и деньги. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Специально для Карибу.